Сегодня по всем данным статистике Всемирной Организации Здравоохранения количество аллергических заболеваний неуклонно растет. Узельный вес аллергии в клинике внутренней болезни значительно велик. Поэтому интерес к аллергологии сегодня у врачей самых различных специальностей, а у семейного врача особый, потому что от рождения до смерти он ведет пациента. И сегодня, к сожалению, рождаются дети, и у них уже есть аллергические заболевания. И в каждом возрасте есть свои особенности. И в каждом возрасте нужно правильно лечить аллергические заболевания для того, чтобы они не прогрессировали и в итоге не были причиной инвалидизации пациента в трудоспособном возрасте. Аллергические заболевания, с которыми... Сегодня моя лекция посвящена антигистаминовым препаратам. Эти препараты, которые садятся на наш один рецептор, не дают возможности сесть гистамину. Я думаю, что в этой аудитории хорошо всем понятно, что гистамин – это тот биологически активное вещество, которое высвобождается в ходе первого типа аллергического воспаления. То есть в ходе дегрануляции тучной клетки. А вот дегрануляция тучной клетки или так называемые игиезовесимые реакции лежат в основе атопии. Вот той атопии, с которой семейный врач сталкивается от рождения ребенка. Какие же за болезни относятся к атопическим? Основные болезни – это атопический дерматит, аллергический ренит и бронхиальная астма. И все эти болезни связаны между собой и имеют очень сложные проявления и не менее сложные механизмы. Атопический марш. Вот так сегодня говорят об атопии. Атопический марш – это хронология развития и геозависимых аллергических заболеваний. И есть четкая связь между ними. Рождается ребенок, и атопический марш в желтой рене начинается с атопического дерматита. Его нужно своевременно и правильно диагностировать. И вот в этом раннем возрасте своевременно и правильно дать ему и антигистаминовые препараты, разрешенные, и обязательно базисную терапию для правильного содержания кожи. Кожа должна быть влажная и жирная. Сегодня есть много препаратов, ну в рамках этого доклада, наверное, не должна быть, но есть увлажняющие кремы, и есть специальные кремы для новорожденных, и есть специальные средства для купания. Вот там даже триксера для ванны. Не в череде мы купаем атопика, а в триксере купаем атопика. И тогда кожа будет мягкая и влажная, и не будет у него обострения атопического дерматита. Для атопического дерматита принципиально важна базисная терапия кожи. И не начинайте сразу и лечить глюкокортикостероидными мазями. Сегодня есть и блокаторы ликотриенов, интерлекинов, специальных для кожи местного применения. Это прекрасные средства, есть средства увлажняющие, и тогда и своевременное назначение нужных и правильных антикистаминовых препаратов. Это атопический марш, детство начинается. Потом присоединяется бронхиальная астма. У детей еще голубая риня, это пищевая аллергия. Я думаю, профессор Недельский вчера читал лекцию, да, из Запорожья. Это блистательно, это дело тоже. Пищевая аллергия у детей выходит тоже, да. Первый план у взрослых, потом у взрослых идет пищеварительная аллергия, а у детей пищевая аллергия. И тут важно родителям, а семейным врачам убедить, если у больного атопический дерматит, или, как правило, это в семье есть тоже атопик, потому что ИГЕ генетически передается готовность к гиперпродукции ИГЕ. Поэтому в семье, как правило, есть атопик. Нужно соблюдать диету маме, которая кормит. Если у ней пыленос, то ей нельзя не мед, орехи, семечки, халву, подсолнечное кукурузное масло, арбузы, дыни, майонез и так далее. Если у нее аллергия на домашнюю пыль, ничего нельзя, все, что приготовлено процессом брожения и продукты, связанные с креветки, краба, раки, скетином. Если мама это ест, то у ребенка обязательно будет пищевая аллергия. И это нужно помнить и соблюдать все правила. И даже если мама уже закончила кормить грудью, но ребенку прикор надо учитывать, и у него еще нет проявления атопического дерматита, но учитывать о том, что у него есть готовность к нему, и у него может быть пищевая аллергия. Поэтому существуют так называемые облигатные аллергены. Это рыба, яйца, цитрусовый кофе, какао, шоколад, острое соленое томаты нельзя давать. Вот если это соблюдается, то прогрессирования атопического марша не будет. Но на раннем этапе важно, когда атопический дерматит и пищевая аллергия у ребенка. Дальше атопический марш развивается. Это идет бронхиальная астма. Бронхиальная астма. И на этом этапе очень важно своевременно тоже назначить правильную терапию, включая, буду быть, и специфическую умнотерапию, для того, чтобы затормозить, переключить ТЭХЛПР-2 на ТЭХЛПР-1 и не дать возможности этой астме превратиться в тяжелую астму. Но, кроме того, потом по ходу атопического марша идет аллергический ренит. Аллергический ренит. Но в некотором небольшом проценте случаев у детей идет не аллергический ренит, а тяжелый кератоконнектирит. У нас есть двое детей с детства, пришедшие к нам, абсолютно слепые. Поэтому сейчас у нас девочка есть, которую мы лечим блокаторами гиерецепторов и спасаем ей глаза. Очень опасно, если в этом атопическом марше присоединяется кератоконнектирит. Его надо лечить и окулисту, и аллергологу с учетом патогенеза атопии, потому что заканчивается в 90% случаев кератоконнектирит атопический слепотой. Но вот сейчас мы девочку на антигейотерапии ведем и думаем, что слепой она уже не будет. Но в 80% случаев после бронхиальной астмы присоединяется аллергический ренит, который может быть круглогодичным, то есть аллергия на домашнюю пыль, а может быть сезонным, как и в нашем регионе. Очень характерно. Третья пыльцевая волна, вот сейчас мы захлестнемся в августе, когда отмечается пыление полыни, амброзий, лебеды, подсонка, кукурузы, циклоседы. И опять же, вот эти все этапы атопического марша проходят от рождения детей, у которых существует генетическая предрасположенность гиперпродукции иммуноглобулина Е. Если в семье есть один родитель, это будет 50%, два это, конечно, 100%. Поэтому таких детей при рождении уже с особым вниманием и с особой аллергологической настороженностью должен вести семейный врач. Вот тут показана эпидемиология атопического марша. Атопический дерматит дает 40%, потом он встречается у 40% детей, у 65 из них в последующем развивается аллергический ренит, а у 50 в последующем развивается бронхиальная астма. Аллергический ренит встречается в 20% популяции, астма встречается в 5% общей популяции. Аллергический ренит развивается у 20% из общей, отличается у 85% астматиков. То есть почти все астматики начинают свой пульс аллергического ренита. И это два связанных заболевания. И никогда нельзя лечить отдельно эти два заболевания. Есть в аллергологии такое понятие, миграция симптомов. Вот ренит, вдруг ушли симптомы ренита, начинается бронхоспазм. И наоборот. Поэтому думать, что что-то ушло и бросать лечить тоже нельзя. Есть базисная терапия того и другого заболевания, она должна идти параллельно. Астма развивается у 5% из общей популяции и отличается у 50% с аллергическим ренитом. Но астма у этих пациентов с аллергическим ренитом начинается тогда, когда мы упрощали аллергический ренит. И тогда, когда мы его лечили только с амтоматическими средствами. Мы должны помнить и задачи семейного врача убедить пациента, что аллерголог не клинклином вышибатель. Если аллергия на амброзию, он колит амброзию. Мы же не букет амброзии под носом крутим. А мы даем очень высококачественный препарат, который очень много делает. Я это покажу, что делает. Поэтому надо убеждать, чтобы своевременно начиналась специфическая иммунотерапия, воздействующая на патогенез и способная переключить с ТХЛПР-2 на ТХЛПР-1. Вот я покажу достаточно сложный каскад, который возникает при ГИЕ-зависимой декорации тучной клетки. Вот мы видим Б-лимфоцит, на который подействовал интерлекин-4, который вышел из ТХЛПР-2, переключил на плазматическую клетку, образовалась ИГЕ. Вот эти ГИЕ сели на тучную клетку, вот к ним подошли аллергены, они соединились, мембрана порвалась, появились зоны повышенной проницаемости, через которые вышли биологически активные вещества, которых достаточно много. Это, прежде всего, гистамин, гепарин, серотонин, фактор, вот это гистамин красный, где видно, гепарин, трептаза, фактор, эзинафильный хематоксический фактор, который в зону аллергического воспаления, уже во второй фазе привезет эзинафильную инфильтрацию ткани, которая и обеспечит хронический процесс. Есть фактор агрегирующей тромбоциты, все эти биологически активные вещества выходят и действуют на клетки мишени второго порядка. Что это значит? Что делает гистамин? Он действует на сосудистую стенку, повышая ее проницаемость. Жидкая часть крови ушла в ткани, в ткани отек, в носу, в бронхо, а в сосуде агрегация тромбоцитов и ритроцитов. Поэтому, если вдруг умер больной от шока, мы что видим? Всегда тромбозы. Если тромбозов нет, шока нет. Я сейчас в двух судах доказываю, это в ситуации очень сложной. Если второй, он повышает, вызывает фазу гладкой мускулатуры и вызывает гиперсекрецию. Вот три точки приложения гистамина и обеспечивают нам те физиологические изменения в бронхо, в носу, в слизистой, которые обеспечивают тяжелую клиническую симптоматику и аллергического ринита, и бронхиальной астмы. А уже элзинофильный хематоксический фактор с интеллигином 5, он обеспечивает, это медиатор ранней фазы, видите, я вот еще не сказала, когда до грануляции точной клетки произошла, все эти биологические активные вещества вышли, параллельно активизировались фосфолипиды. Фосфолипиды запустили арахидоновую кислоту, в результате которой образовались лейкотриены и простагландины. Вот лейкотриен С4, Д4, Е4, это не что есть, как медленно реагирующая субстанция на филоксии. В 5000 раз активнее гистамина. Вот то, что я говорила, в 5000 раз сильнее это действует. И параллельно. Поэтому сегодня, кстати, я когда буду быть антигистамином в препаратах, могу с радостью вам сказать, что в декабре в нашей стране будет уже, он уже зарегистрирован, и уже заезжает антиликотриеновый препарат монталуказ натрия сингулярно. Это великолепное дополнение к антигистаминам, и это главное в лечении аспириновой астмы. Это очень большой процент людей, у которых есть непереносимость аспирина, смогут жить, и мы сможем их лечить. Это не входит в схему моей этой лекции, но скажу, что это есть. И вот уже блокада вот этих вот негативеновый кирсцептор нам поможет также лучше снимать симптомы аллергического воспаления. Вот это вот в ранней фазе, вот сейчас я вам покажу, поздняя фаза, видите, тоже, опять же, гистамин, простагландины, ликотриены, и вот тут идут интелликины, и факторы некрозоопухоли альфа, интелликин 13-16, а эти все вещества, что они делают? Они в зону аллергического воспаления ведут элозинофилы, которые интеллируют ткань, вызывают уже гибель весничного эпителия и хронический процесс. Вот я, может быть, в скользке, достаточно быстро на этих процессах останавливалась, но для того, чтобы понять, механизмы аллергических реакций и как все-таки надо патогенетически подходить к лечению аллергии. Какие главные направления в лечении аллергических заболеваний? Это иллюминация причинозначимых факторов. Для семейного врача принципиально. Мы должны убедить больного, что кошечки и собачки, птички, рыбки, это действительно хорошо и воспитывает ребенка, но не для больного. Не могут они, эти животные, стать на ступеньку выше, чем в здоровье людей. У нас, я приведу страшный пример. Девочка, аллергия на кошку, она ушла из дома, где была кошка, ушла, убрали эту кошку, но лечиться она не захотела. Через 10 лет она пришла на день рождения в дом, где была кошка. И за 20 минут она погибла. Это тяжелейшая эпидермальная аллергия, это острая, это немедленная аллергия. Поэтому очень часто домашние животные являются причиной утяжеления состояния и детей больных. Поэтому надо обязательно, так называемый чистый дом, убирать домашних животных. Не должно быть дома перьевых подушек и перин, не должно быть дома натуральных ковров и книги, если есть. Они не должны находиться в жилых помещениях, а должны находиться в помещениях, которые застеклены. Вот и в книжных шкафах. И они должны влажным этим пылесосом проветриваться. Это игрочи, звучит чайно важную роль. Но, естественно, летом, когда у кого поленос, то окна не должны открываться, а в кондиционерах стоят биологические фильтры. И это надо помнить, потому что это тоже значительно все ухудшает. Медикаментозное лечение, я о нем буду говорить ниже, оно должно быть, оно направлено на блокаду всех биологически активных веществ. Слава Богу, мы имеем антигистаминовый, антихертониновый и антикининовые, антилекатариновые препараты. Мы правильно их назначим, и мы получаем хороший клинический эффект. Ну и, конечно, глюкокортикостероиды. Но в медикаментозном лечении тоже для каждой болезни оно должно быть своевременно назначено. И не нужно думать, что чем позже мы назначим препарат, тем мы оттягиваем процесс назначения препарата. Вот как бы химия препарата, все считают, что травы лучше, или там какие-то... Я сразу хочу сказать, что для атопика фитотерапия, гомеопатия несовстоятельно, это написано во всех документах Европейской Академии Диргологии, чем которой я являюсь, и получаю их сразу первое, национальный делегат от Украины. Нет, это не могут, и больные атопики принимать травы и гомеопатию. Для них это более чем опасно. У кого тут есть семейный врач, и мой учебник, мы видели фотографию больного с полинозом, который дали сахароснижающей травы, закончился тяжелейший синдром овлоела и витальным исходом. Поэтому очень, очень внимательно. Сколько у нас с стоматологами бесед бывает, когда они промывают карманы ратоканом, больному с полинозом, потом отек гортани, и реанимация, трафиостомия и так далее. Очень осторожно назначаются фитотерапии. А вообще, по нашим рекомендациям, больным с атопией они не назначаются. Ну и проведение специфической иммунотерапии. Это занимаются только аллергологи, но должны обязательно семейные врачи убедить больному, что это нужно. Специфическая иммунотерапия, она переключается Т-хелпер-2 на Т-хелпер-1, то есть патогенетически. Она не дает, сблокирует Т-хелпер-2, интерлекин-4 не нарабатывается, Б-клетка не переключается и Г-е не нарабатывается. У нас замечательные, у нас много сделано и две диссертационные работы в отделении проведены, что уже на третьем курсе полностью блокируется Т-хелпер-2 и начинается активация Т-хелпер-1, который дает нам интерфероны гаммы, противовоспалительный эффект. Вот. Гипоаллергенная диета, я говорила, они уже, для каждого вида аллергии есть она своя. И есть понятие облигатных аллергенов и аллергику, они должны соблюдаться. Ну, скафандры мы не обязательно рекомендуем вливать. Ну, конечно, в доме, где есть атопик, курить нельзя. Единственное, вот мы почти говорили, вот какие ограничения, возрастные 5 лет, с 5 лет начинается статистическая, до 5 лет пробы не ставится. По всем приказам, по всем приказам здраво, пробы, ни на какие аллергены, в том числе и лекарственные, детям до 5 лет не ставится. Вот это были там проблемы, вот сейчас я знаю, же нашу проблему в городе. Судом, там как раз ребенку было 2 года, и проблему там ставить нельзя было. Она наиболее эффективна, когда гиперчистость идет к бытовым и бытовым аллергенам, и иногда бывает низкий комплайнс, вот в этом комплайнсе вы должны нам помочь. Вот они говорят, ну как же так, аллергенопыль, вы на меня уходите, ну я же не... Поэтому семейный врач, который всегда пользуется большим уважением семьи, большим почтением, должен убедить, что аллерголог правильно говорит. Мы, конечно, пытаемся убедить, у нас, естественно, получают и взрослые дети, но у детей, после первого курса СИД, уже у взрослых, после третьего курса начинается переключение, а у детей после первого курса СИД уже идет переключение с ТХЛПРА-2, то есть уже и глиня нарабатывается. Это очень принципиально. Мы на раннем этапе останавливаем и обрываем достаточно тяжелый атопический марш. И это программное, мы провели СИД, даже если мы прекрасно провели СИД, и начинается синдром пыления, мы должны начинать лечить препаратами, которые самые эффективные в лечении, потому что первым высвобождается гистамин, он садится на гистаминовый рецептор и выдает это воздействие на клетки мишени второго порядка всю клинику. Главной и первой линией лечения гельки являются антигистаминовые препараты. Но, к сожалению, в нашей стране, вы видите слайды, неправильно подходят к их назначению. Вот смотрите, эволюция создания антигистаминовых препаратов в 70-е годы, вот хлорфенеромин, это препараты, которые, мы снимаем перед ними шляпу, я начинала работу, других не было, они помогали снимать дзутые симптомы, но они давали массу побочных эффектов. И люди думали и создавали, вот в 80-е годы уже был сделан теркин-1, но тоже обладающий побочными действиями, о которых я буду говорить. Потом создавались препараты уже второго поколения. Значит, все препараты первого поколения, они все проникают через гематоэнцефалический барьер, у них ко всем есть привыкание, и они все дают массу побочных эффектов, о которых я сейчас буду рассказывать. Но второе поколение уже не проникает через гематоэнцефалический барьер, к ним нет привыкания, но они попадают как же и препараты первого поколения в систему цитохрома P450. И с этим многое связано. Вот этот цитеризин, эбастин. Я сразу бы хотела, чтобы пометили. Цитеризин, второго покорения, хороший препарат, но его нельзя давать при заболеваниях почек. Он выводится через почки. Эбастин нельзя назначать, видим, с кардиологической патологией возникает нарушение ритма. Мизоластин, у нас его в стране нет сейчас, но в принципе его нельзя передозировать, потому что тоже вызывает удлинение интервала QT. Лоротодин в передозировке вызывает сонливость. А кривостин, он быстро действует, как инъекция. Но к нему есть, хоть и у второго поколения, но 10 дней и надо менять этот препарат. Фексофинодин мы о нем будем говорить. Ниже этот элфаз, который на стыке этих сделан, он как активный метаболит эрфинодина. И вот третье поколение, левоцитеризин, фексофинодин и дезлоратодин, плюс еще норостомизол, я покажу о нем. Просто норостомизола в стране нашей нет, и я по каждой группе препаратов сейчас буду рассказывать. Препараты, первым препаратом первого поколения. Как не хочется, чтобы их уже забыли. Вы знаете, на одной конференции, когда только кларитин был на вершине треугольника, великий профессор, главный аллерголог Австрии, профессор Хорок сказал так. Вы знаете, препаратами первого поколения пользуются только в странах СНГ. Так было обидно, и я не могу сказать, что облистать на владе английским языком, но я встала и сказала, что в такой деревне, как Днепропетровск, давно пользуются ларотодином. Но у него хватило мужества, извините, перед всеми коллегами из стран СНГ, что вот так вот. Но, к сожалению, вот вы смотрите, диазолин, супрастин, пепальфент, это все, как бы мне хотелось, чтобы их немножко уже забыли. Потому что все говорят, вот Евгения Михайловна любит начать с самых сильных. Уважаемые коллеги, нет антигистаминовых препаратов, сильных и слабых. Они все действуют абсолютно одинаково. Они все садятся на наш один рецептор. И не дают возможности сесть к гистамину. Только один садится полностью, его закрывая, другой чуть-чуть. Один проникает через гематентаболические боли, другой не проникает. То есть, есть качественные и некачественные. Поэтому смело ничьи последними, они не сильнее. Они намного качественнее, чем вот эти препараты. Тем более, вот есть данные, что пепальфен вызывает слабоумие, если давать деткам маленьким или беременным рождались. Есть такие исследования, которые проводились. Поэтому очень с ними надо быть осторожным. Они дают массу побочных эффектов. И посмотрим, каких. Причина побочных эффектов. Я же говорю, они все проникают. Это нарушение координации движений, концентрации внимания, атаксия. И эффекты потенцируются алкоголем. У пациентов, принимающих антигистаминовые препараты, выявлено увеличение, это первого поколения медицины, в полтора раза производственных трактов и автомобильных аварий. Я помню ситуацию, когда мы начинали работать. Один таксист не хотел блять больничный лист. Мы назначили, спросил поленоз. Была авария, нас вызывали в суд. Три месяца. Хотели сделать виноватыми нас. Кто видит побочные эффекты антигистаминовых препаратов первого поколения? Реаниматолог. Они являются причиной ДТП и тяжелых нарушений ритма. Прием антигистаминовых препаратов первого поколения. В невропатолах, какие, смотрите, сонливость, нарушение сна, нарушение координации движения, нарушение концентрации внимания, атаксия, чувство усталости, возбуждения, дрожь, расстройство, вочие спускания. Вот это все дают тот же супрастин, тот же пипалькен, тот же все препараты гемидрол первого поколения. Отдаленные последствия проникновения антигистаминовых препаратов у детей не изучены, но есть вот эти по пипалькену данные в предпоследних журналах «Аллергия и педиатрия», если я получаю европейский, там показано именно, что речь о пипалькене, что его почему-то очень любят. И, кстати, пипалькен в солнечное время года давать нельзя, он тоже будет вызывать фотодерматоз. В солнечное время года категорически противопоказано. Кардиолог, нарушение ритма броникардия. У нас один кардиолог сам попринимал препараты эти, была блокада. Хорошо, что работает в кардиологическом отделении, где кардиологическая была реанимация. Вот, видите, достаточно серьезные побочные эффекты, которые все-таки, и эти все побочные эффекты позволили аллергологам обобщить и сделать четкие противопоказания для назначения антигистаминовых препаратов первого поколения. И к этим четким противопоказаниям относятся. Первое. Их нельзя категорически назначать. Людям, у которых работа требует психической и двигательной активности. Я повторяю, это авиадиспетчеры, летчики, стюардессы, высотники, водители, машинисты. Возникают очень потом иногда большие, серьезные проблемы. Второе. Бронхиальная астма. Почему у нас ли вы атопической астмой дать димедрол в капельницу? Ни в коем случае. Антигистаминовые препараты первого поколения, проникая через гематонциволический барьер, полностью воздействуют на кашлевой рефлекс, блокируя его. Кашель блокируется, нарушается дренажная функция бронхов, и мокрота заклеивает все бронхиальное дерево. Среди причин смерти больных от бронхиальной астмы в конце 80-ки, начале 90-х, на первом месте стояла передозировка бета-2-органистов, а на втором назначение антигистаминовых препаратов первого поколения. Принципиально не надо назначать бронхиальное астмы, супростин даже при польцевой. Для этого есть другие препараты, о которых мы будем говорить. Дальше, глаукома. Я всегда говорю, ну кто, назначая человеку после 40 супростин, спрашивает, есть ли глаукома или нет. Если мы назначим, они обладают антигистаминовые препараты первого поколения холинолитическим эффектом. И вы все прекрасно понимаете, как это страшно и опасно для глаукомы. Поэтому я всегда призываю, спрашивайте у больного, есть ли глаукома, если вам уж очень хочется назначить этот регион, а лучше его не назначать. Это принципиально, это наша задача, в Крятке Гиппократа написано, главное, не навреди. И вот это наша задача, правильно это все сделать. Дальше, ядерная болезнь желудка, 90-перстные кишки. Вот так, вот я, у нас очень многие любят, говорят, диазолинчик, нежно и ласково называя препарат с огромным количеством побочных эффектов. Вот этот диазолинчик очень часто вызывает обострение ядерной болезни или даже острую язву. А здесь вот так на слизистую. Поэтому при ядерной болезни, даже, конечно, и азоруктоны, не назначаются препараты первого поколения. Аденома предстательной железы, задержка мочеспускания насчет холинолитического эффекта. У нас сделали операцию, назначили димедрол с аналогеном 8 раз, моча не идет и думают, патогенетические хирурги. Вы да уберите димедрол и все пойдет. Но при аденоме ни в коем случае эти препараты, не только димедрол, все эти препараты назначать нельзя, будет задержка мочеспускания. И это нужно помнить, и это нужно знать, и не делать ни в коем случае этих ошибок. Второй важный момент. Я говорила, что все эти препараты антигистаминовые первого поколения попадают туда, в систему цитохрома P450. Изотермент этой системы должен подействовать на этот препарат. Начинается метаболизм. Активный метаболизм садится на H1-рецептор, а неактивный дает уже эти побочные эффекты. Но есть препараты, которые блокируют изотермент системы цитохрома P450. Вот их нельзя назначать вместе с антигистаминными препаратами первого поколения, и к ним относятся. Ну, успокаивающие, снотворные, просто понятно, потенцируется седативный эффект. Их нельзя назначать с ингибиторами МАО, макролидами, а как у нас любят эритромицин дать с диазолином, еще не имеют никакого отношения к профилактике лекарственной аллергии. Это категорически нельзя давать макролиды, противогрибковые антибиотики, я всегда говорю, отчешется ликоз, и что вы говорите? Что вы всякий дорогой тылфат или дорогой эриус? Дайте лучше, как супрастинчик, так он же сделает только одну проблему этому больному, и зуд не снимет. И самое главное еще, противодиабетические все препараты, кроме инсулина, то есть сульфаниламидные. Больной с диабетом чешется, ему дадут супрастин, он сделает большую проблему и для диабета, и даст массу побочных эффектов. Поэтому их нельзя сочетать с алкоголем, но это понятно, это потенцируется. Поэтому самое главное, ингибиторы МАО, макролиды, противогрибковые и противоантибиотические антибиотики ни в коем случае не сочетаются с препаратами антигистаминовыми первого поколения, потому что они могут дать только усилий, побочный их эффект. И главное не дать самого главного эффекта. Вот это нужно помнить и не забывать. И тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек являются стопроцентным противопоказанием для назначения этого регила, сопростина и всех препаратов первого поколения. Ну и все эти препараты первого поколения, они вызывают повышение аппетита и увеличение массы тела. Ну кого это волнует, это тоже принципиально. Вот те моменты, о которых я говорила, нужно помнить и их не назначать. Ну все эти моменты и создавали, заставили людей создать новые препараты. И создавали эти новые препараты, да. Вот посмотрите, вот я говорила о побочных действиях, я говорила о их несочетании. А что в нашей стране? Вот в Европе антигистаминовые препараты первого поколения назначаются в 10% случаев. Дания, Греция, Австрия, Испания, Франция. Вот это 2006 года, да. Смотрите, в нашей стране 80% количество упаковок. Не знаю, как убедить. Я, как вице-президентная ассоциация аллергологов Украины, во всей Украине прочла на нас 10 лекций за год 45. И у нас еще есть группа, которая есть. Я не понимаю, как убедить всех, чтобы прекратили пользоваться препаратами, дающими побочные значительные эффекты. Не являются они слабее и сильнее. Элиус – это блестательный препарат, качественный, но не сильнее. Он действует одинаково, наш один рецептор. Люди думали и создавали препараты второго поколения. Я говорила, чем они лучшие. Они все, препараты второго поколения, все не проникают через гематенцифолический барьер. Они все пролонгированные, и к ним нет привыкания. К этим препаратам хорошо, знаете, лоротодин, их клоретин, ну это тот, который клоретин, ну и масса всяких там других названий, мезоластин, цитиризин. Сразу говорю, лоротодин, мы не увеличиваем дозировки. При увеличенной только дозе он даст сонливость. При нормальной дозировке, у нас же это же никто иногда не читает, одна таблетка в сутки, сейчас все создаются такие препараты, одна таблетка в сутки, не надо давать три таблетки. Вот если дать три таблетки, лоротодина, тогда может быть сонливость. Цитиризин тоже дается, две таблетки в сутки с учетом периода полуведения, нельзя давать при заболеваниях почек. Терфин-1 нельзя давать пожилым людям, вызывая нарушение ритма, и нельзя его тоже увеличивать дозировки, потому что будут кардиологические эффекты. Астемизол, это тот, который гисмонал, это тот, который гистолон и так далее, он действует сутки, замечательно, но при заболеваниях печени он противопоказан. Мы лично проводили работу, у нас было полторы тысячи больных, и у тех, у кого были ванамные заболевания печени, астемизол ус обострил, и даже ухудшились печеночные пробы, трансминазные, все. Он сам не является гепатитакличным, но вызывает обострение печени. При заболеваниях печени астемизол категорически противопоказан. Данные одного из великих российских аллергологов Игоря Сергеевича Гущина. Ну, вот тут написано, какие препараты могут давать, дативные из препаратов второго поколения, какие-нибудь, какие еще важно, пищевые взаимодействия. Вот есть новые препараты, они не связаны с приемом пищи, мы можем принимать по-разному. Но вот, например, афексафин-1 есть взаимодействие пищи, ларотодин есть взаимодействие, только до еды, только до еды дается. Эбастин есть только до еды, безалтин тоже только еды. Есть препараты, и есть, которые вот о седативном эффекте, я говорила, при увеличении дозы. Требования, какие должны быть требования к идеальному антигистаминовому препарату? Это первое, эффективность, конечно. То есть быстрое начало действия, гарантированный эффект в конце 24 часов, что очень важно, устранение всех симптомов аллергии, включая заложенность носа, быстрый сильный эффект, безопасность, отсутствие седации, сонливости, отсутствие привыкания, отсутствие взаимодействия с пищей и лекарствами, возможность иметь у детей раннего возраста, удобство приема 1 раз в сутки и наличие нескольких форм выпуска. Вот сегодня вот эти все требования, есть препараты, к которым мы можем эти все требования приложить, и они действительно выполняются. И поэтому ими надо и пользоваться. Вот третья генерация, не говоря третье поколение, препараты третьей генерации, это активные метаболиты препаратов второго поколения. Поэтому их называют второго поколения и препараты третьей генерации. К ним, это не седативных, это фексатиногенпетилфаз, вы знаете, 30, 20, 120 миллиграмм, дезлоратодин, эриус, и мы будем о нем сегодня больше говорить, потому что для семейного врача, он принципиально, потому что его 6 месяцев назначать можно. И левоцитеридина таксизал, но растимизола в стране нет. Ну, знать надо, больные же приезжают и думают, что мы все-таки дурные, рассказывают. Вот я был за границей, и привез, говорю, я знаю, и сразу пальцы в другую сторону поворачиваются. Знаю, рассказываю, и все успокаивается. Поэтому всем советую знать. Антигистаминовые препараты последней генерации, третьей генерации, они какими-то обладают хорошими свойствами. Первое. Они имеют высокую специфичность к H1 рецептам. То есть, вы знаете, любой препарат садится на рецептор, и вот он должен полностью его покрыть, тогда он отлично действует. Вот препараты третьего поколения отлично покрывают H1 рецептор, не оставляя это место, поэтому эффективность его достаточно высока. Они обладают противовоспалительной активностью. Они не только действуют на H1 рецептор, они также оказывают воздействие и на лейкотриены, и на триптату, то есть воздействие на другие воспалительные агенты, таким образом обладая противовоспалительным эффектом. Они не проникают через гемотенцифорический барьер и не обладают седативным действием, что очень важно и принципиально. Они не оказывают влияние на сердечную деятельность, что это делает их безопасными и дает возможность их применять в любой возрастной группе, при любой сопутствующей патологии. Они имеют удобный режим дозирования. Тоже уже больной забыть одну таблетку в сутки не может, уже один раз он уже примет. Как эти современные антигистаминовые препараты, они действуют в раннем, они блокируют гистамин, садятся на рецептор, они также действуют на триптазу, на ликетриен С4, который обеспечивает заложенность, повышает проницаемость в сутки на простаглодин Д2. А в поздней они блокируют цитокины, химокины, молекулы адгезии, с помощью которых визинофилы прилипают и идут клетки воспаления и воздействуют на нейтрофилы. Поэтому они оказывают противовоспалительные эффекты и в ранней и поздней фазе воспаления. Неседативные препараты, вот посмотрите, два препарата, одобрены, это очень важно, для пилотов авиации, тельфастик, сафинадин, он не оказывает дативного эффекта в дозе 540 мг, вы знаете, таблетка самая большая, 180 мг, это в дозе 540, и 180 мг для пилотов авиации можно 180, кто там занимается, если попадают пилоты, вот с пилотами очень сложно, вот как написано в инструкции, нельзя подробно, 180, 180, как бы ему плохо не было. Дезлоратодин, эриус, он не оказывает седативного эффекта, посмотрите, в дозе 20 мг, таблетка 5, то есть 4-х кратной дозе, он не оказывает седативного эффекта. Есть большое количество работ, есть даже уже и наша работа, которая европейский грант получила, по большим дозировкам, я буду показывать рекомендации европейской академии энергологии, это дает нам, очень открывает в этой дозе большой, широкий путь, мы фактически 20 мг, делаем то, что мы делаем инъекции глюкокортикостероида при острой крапивнице, а это все-таки не глюкокортикостероид, это важный и принципиальный, тяжелая крапивница, дали 4 таблетки 2 раза и уходит крапивница, потом перешли на обычную дозу. И 5 мг, то есть 1 таблетка, одобрена для пилотов авиации, тоже важно, и мы можем пилотов с поленозом спокойно пускать в полет, раньше мы это не пускали, они же по 2 месяца у нас лежали. Лечение аллергических, как мы используем препараты в лечении аллергического ринита. Ну, я напоминаю, здесь есть классификация, он есть легкий, интермитирующий, он есть персистирующий, легкий, персистирующий, умеренный и тяжелый. На, видите, начиная с тяжелой, легкий, 3 стадии, легкий, средний, тяжелый, мы даем эндоназальные кортикостероиды, прекрасно, на занекс, одно впрыскивание на ночь, 24 часа и утром концентрация нормальная, что вы знали. Утром, вот человек спит в доме с полинозом, просыпается ему хуже. Почему? Потому что самая высокая концентрация гистамина и триптаза в сыворотке крови 6 до 8. И самая высокая концентрация пыльцы в воздухе 6 до 8. Поэтому он просыпается утром, у него заложен нос, поэтому мы должны дать те препараты, которые заложены с носа с ним. Вот мы на занексом прекрасно это снимаем, удобен, вечером брызнул и утром он встает, для нас важно и для вас важно без головной боли, без высокого давления, нормально дышит. Вот местные кромоны, кромоны это кромогексал, они назначаются в основном деткам и только, вот по моему опыту, за месяц, до начала полинации, то есть чтобы мембрану стабилизировать, в пик они уже неэффективны и в пик их назначать не нужно. И вот на всем протяжении вы видите неседативные антигистаминовые препараты. Если мы говорим о нашем регионе, то с 20-го, 15-го июля по конец сентября одна таблетка Элиуса обязательно утром. Есть доказано, что к ним привыкания нет и по 2 месяца, по 3, все действует одинаково и замечательно, и это мы должны помнить. Ну, а круглоголичные, энергетические, минимум 2 месяца они принимают антигистаминовые препараты. Но здесь надо до того, не надо ждать, надо все предупредить, надо гистаминовые рецепторы занять этим Элиусом. Ну, а вот эти сосудослуживающие препараты сегодня не более, менее 10 дней должны принимать. И больше нельзя. Нам показывают лору, что они делают со слизистой, это страшно. Поэтому надо от них уходить. Но если дать назальные кортикостероиды и антигистаминовый препарат, такой как Элиус, который действует на все 3 фазы воспаления, то у нас будет хороший эффект с минимальным побочным действием. Ну, и элиминация аллергенов и иммунотерапия, которой занимаются аллергологи. Это лечение аллергического линита. И посмотрим, смотрите, уменьшение заложенности носа после применения Элиуса. Вот видите, вот какая заложенность носа была. Вот смотрите, как уменьшается. Почему? Потому что, с одной стороны, он блокирует аж один рецепт, а с другой, лейкотренция 4. Лейкотренция 4 сильно увеличивает проницаемость сосудистой стенки, вызывая ток жидкости в ткани, вызывая вот этот отек. Поэтому двухмоментное действие Элиуса позволяет добиться такой картин, такого улучшения и снятия заложенности носа. Посмотрите, как Элиус воздействует вот уже в цифрах. Вот фексофенадин, тилфасовый ларотодин и тетиризин. И вот насколько больше Элиус влияет на снижение заложенности носа. Когда идет речь о лините, то это препарат выбора. Ну, почему он хорошо действует? Потому что он блокирует АШ-1 рецептор, потому что оказывает мембрана стабилизирующая действие, не дает мембране порваться. И через которую, через зоны повышенной проницаемости только выходят биологически активные вещества. Он оказывает противовоспалительное действие. Он ингибирует медиаторы воспаления, о которых я уже говорила. И кроме лейкатриен, простагландин и адгезию эзинофилов. То есть уменьшает экспрессию клеток адгезии, которые прилипают. Вот эти эзинофилы позволяют, дают им, возможно, прилипнуть хорошо к стенке и сделать дегранулировать всю слизистую. Вот это он уменьшает. Вот видите, три момента. Это не только антигистаминный элиус. Поэтому его качественнее с минимальным побочным эффектом. Вот посмотрите, что важно. Период полувведения элиус 27 часов, то есть 27 часов в организме. Будет эффект. Цитилизин 9 часов, цитилизин фиксофин 1 12-15, эбастин 20-24 и лорокодин 24 часа. Вот у нас большой выбор, если этот препарат лучше, элиус намного, но это период полувведения определяет, сколько он находится в организме, и он столько действует. И это очень важно и хорошо. Что для семейного врача важно? Элиус это не седативный препарат, разрешенный для применения у детей в возрасте от 6 месяцев. Есть у нас детки, которые рождаются с ацетическим дерматитом атопиков и очень с антигистаминными препаратами первого поколения, когда капают димедрол или я слышу, что дают припальфен, сразу воздействуют на мозги ребенка. Это ужасно, это страшно, это думайте, что вы делаете. Этот препарат не обладает, я не представитель компании совершенно, но просто надо работать препаратами безопасными и брендами, и брендами, которые не дадут осложнений. Ведь это все тут, многие тут свеченые, проводят клинические исследования. Вы знаете, как они серьезно проводятся, как они достоверно контролируются, как это все жестко. Вот это все проведено большая группа клинических исследований. А ведь не сложно. Во всем международном конвенции на детях не всегда разрешают проводить исследования на беременных, точно. Но это проведено и доказано, что 6 месяцев этот препарат можно назначить. И вот это безопасный препарат, который можно назначить. Супрастин это видел ни в коем случае. Большая проблема, я говорила, это кожные проявления. Евгения Михайловна, извините, у нас там по времени... Я сейчас заканчиваю уже, 4 минуты. Ну, это... Давайте будем встать. Потому что немножко позже начали. Вот я хотела бы вот на чем остановиться. На лечении, вот это лечение хронической кропивницы, это большая проблема, хроническая кропивница. Зуд это симптом, который стоит на первом месте по ухудшению качества жизни. Вместе с инсулинопотребным диабетом. Вот это... И больше того, среди причин суицида, он вызывает очень часто, за большую причину суицида, зуд кожного. Поэтому лечение хронической и диапатической кропивницы огромная проблема и аллерголога, и семейного врача, и дерматолога, и терапевта. И вот есть рекомендации Европейской Академии Аллергологии. Какие? Мы даем на первой линии не седатины. Допустим, Эйрю сдали одну таблетку. Эффекта нет. Тогда есть ряд исследований многоцентровых плацебо-контролируемых, в результате которых сделали вот этот вывод Ассоциации Европейской Академии Академии Аллергологии, что можно два препарата увеличивать четыре раза. Это Эриус дать 20 мг и Тилфаст 104. Больше нельзя. Левоцитиридию нельзя. Мы работали Эриусом и получили Европейский Грант, тяжелую кропивницу, которая не подавалась никакому лечению. Четыре дня мы давали четырехкратную дозу, потом переходили на однократную и добивались клинического успеха. А теперь мы будем добавлять и добавляли еще сингулярно блокады ликотреиновых рецепторов и ремиссия у нас была 6 месяцев. То, что мы наблюдали, да, сейчас больные, и выбор альтернативной терапии, если четырехкратная доза не помогает, и плюс добавление антиликотреиновых препаратов дается глюкокортикостероиды и по европейским рекомендациям цитостатики. Но у меня, честно говоря, рука не поднимается, да, от метатриксат при крапивнице. Вот не поднимается. Поэтому я думаю, что четырехкратная доза эриуса нам достаточно хорошо будет, эффективна, и можете взять на оружие у взрослых. У детей не проводилось. Вот как, смотрите, хорошо снимается кожный зуд. количество высыпаний два, размеры крупного высыпания, это все дает нам такой прием первой дозы эриуса. И посмотрите этот препарат. Он в каком он виде? Детям в возрасте от двух до пяти месяцев есть сиропчик два с половиной миллилитра. один раз пять миллиграмм. Детям в возрасте от шести до одиннадцати месяцев есть сиропчик, в котором в одной дозе два с половиной миллиграмма. Взрослым и подросткам в возрасте двенадцати лет и старше пять миллиграмм. Одна таблетка или сиропчик десять миллилитров. И таблетки или сироп принимают один раз в сутки в зависимости от приема пищи. То есть этим препаратом семейный врач может лечить легко и новорожденного, и дедушку новорожденного, у которого масса сопутствующей патологии. И нужно его сочетать с различными препаратами. Поэтому я так думаю, что в выборе антигистаминового препарата в лечении аллергических заболеваний нужно учитывать все, что я говорила. Обязательно помнить все противопоказания и работать качественными и безопасными препаратами, которые с ними симптомы аллергии достаточно мучающие пациента. И вам будут все благодарны и вы будете с легкостью знать, что вред вы только принесли пользу и не сделали никаких осложнений. Благодарю за внимание.